Будешь ты 18 лет 80 весить и все нормально. Короче, набираем реальных дричей из Москвы. Вот, 24 года, 60 килограмм, вот то, что надо. Вот прям то, что надо. Так. О, если в 20 лет 50 килограмм, блядь, это к нам. Это вот, это самый дрич вообще. Из Одинцова нормально. Так. Короче, сейчас... Уже 83. Сейчас еще подождем. Я принесу сейчас сюда препараты, которые вам придется применять, если вы будете пытаться набрать массу. Ну вот, и по факту, если вы хотите растить мышцы, и у вас, ну, реально, глистов у вас нет, вы проверились, питаетесь вы регулярно, но не набирается вес, естественно, вам нужны будут стимуляторы. Стимуляторы. Это начиная с аминокислот, протеинов, BCAA, креатина, ну и дальше уже у нас, естественно, метанчик, естественно, пропионат, дека и пошли до гормона роста. Гормон роста – это для тех, у кого реально много денег. Гормон роста на месяц курс стоит где-то четверточок. 25 тысяч рублей курс гормона роста на месяц. Но гормон роста – это, блядь, самое крутое, что я когда-либо колол. Вот факт. Так, ну, сейчас, короче, пара минут, пара минут перерыв. Сейчас все сюда притащу. Купил сейчас я в аптеке коллаген, буду еще коллаген пить. А то, я не знаю, контрацептив этот у нас сидит здесь Тихомиров или это фейк его, но неважно, болят суставы, болят суставы, поэтому мне сейчас нужен коллаген, мне сейчас нужен желатин, чтобы они возвращались. Все, ждем пару минут. Продолжение следует... 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 Рассказываю... Значит... По порядку... Ну вот уже 112... Ну... Более-менее то число, кто записывался... Сейчас у нас... Так... Телефон вырубаем... О... Тихомиров пишет, что не фейк... Не фейк... Ну, блядь, Саня, смотри... Смотри... Не успеешь вернуть деньги до того момента, как я тебя поймаю... Будет интервью как с Багировым... А я ловить умею... Ты же знаешь... Учти, что сейчас все тёлки, которые тебе пишут... Все тёлки, с которыми ты переписываешься... Мои агенты... Умей это в виду... Так... И... Ну, я ещё раз поясню... Что тут дело совсем не в деньгах... Тут дело не в деньгах... Дело... В глупом поступке... Александра... Потому что он начал афишировать... Что должен мне денег... И хихикать надо этим... Теперь... Ну, придётся уже... Придётся уже ловить... Так... Ну... Начинаем теперь... Начинаем рассказ о том... Почему вы дрищи? Почему вы дрищи? Так... Вон ещё дрищ один с вулкона идёт... Почему вы дрищи? Потому что вы жрёте... Меньше, чем... Тратите энергии... В нормальном виде... Ну и, соответственно... Мышцы у вас уходят... И вы жрёте столько, что можете содержать только... Цыплячьи мышцы... Ну или... Какие-то небольшие... Так... Давай нормально всё идём... Блядь... Ты можешь просто уйти отсюда? Я хочу дверь закрыть... Так... Щас... Секундочку... Одно... Тут вот эти вот проблемы... Которые... Возникают... От присутствия посторонних лиц... Всё... Продолжаем... Короче... Для того, чтобы перестать быть дрищами... Прежде всего... Вам необходимо... Много жрать... То есть... Это самый первый... Самый важный пункт... Вот это... Я коллагенчик купил... Нет... Это витамины для... Витамины для суставов... Вот коллагенчик... Кисель... Короче... Самое первое... Ну то, что я для себя... Для себя уже... Определил... Это надо жрать... По расписанию... То есть... Ну... Чтобы набирать вес... Надо жрать... Где-то 8 раз... В сутки... 8 раз в сутки... Это не значит... Вы должны 8 раз садиться за стол... Там... Всё это накрывать... На стол тарелочки... Раскладывать... Там... Салфеточку ссувать... Не... Нихуя... Один прием пищи... Это может быть... Пакет кефира... Это может быть... Порция протеина... Это может быть... Там... Пара бананов... Пачка творога... То есть... 8 раз в день... Это не значит... Что вы должны тратить на это время... Вы можете... Я не знаю... В лифте... Пачку кефира... Ебанули... Всё... Пошли... Короче... Очень важно... Прям... Сегодня сделаете... Можете даже прямо сейчас... На телефоне... Поставьте себе... 8 будильников... Вот я так сделал... Ну... При том что я сейчас... Очень хреново тренируюсь... Тем не менее... Форма у меня держится... Нормально... Поставьте себе... 8 будильников... И... Когда... Будильник звонит... Вы должны поесть... Вы должны поесть... Это... Это... Во-первых... Обеспечивает регулярность поступления... Питательных веществ... То есть... Белок... Углеводы... Жиры... Всё поступает... Как надо... Во-первых... Во-вторых... Вы выбираете себе какие-то... Ну... Может быть... Удобное время... Проснулся... Прямо вот... Ещё до того... Как... Завтракать... Всего... 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 Каждый идёт в ванну... Там... Чё-то он... Почистит зубы... Пока... Прямо около кровати... Я всё это делаю... Около кровати... Прямо... Аминокислоты... У меня... Насыпанный... Прямо проснулся... Оп... Корцию... Аминокислот... Ебанул... С теми... Соком... Или там... С водой... Всё... И пока ты моешься... Или БЦА... Пока моешься... Уже что-то у тебя... Усваивается... Ещё лучше... Конечно... Если у тебя стоит... Шейкер с гейнером... Где-то... Ты прям... На автопилоте... До... До холодильника... Выпил гейнера... Пошёл выться... Потом вышел из ванны... Позавтракал... Как надо... Это уже... Ну как бы... Должно быть в порядке вещей... Дальше... Дальше ты идёшь на работу... На учёбу... Не важно... Там тоже пришёл... Сразу покушал... Такая... Такая тема... Что... Должно быть на автомате... Многие... Допустим... Приходят на учёбу... И там не едят... Ну что... В перерыве можно купить какой-нибудь пирожок себе... Или там... Чай попить... Это всё хуйня... С собой надо носить еду... Или покупать её там... Ну тут два варианта... Но тем не менее... В любом случае... Вы должны... Иметь... Что пожрать... Можете носить с собой... Кроме аминокислот... Аминокислоты носить реально удобно... Они много не занимают места... Вот такой шейкер... Покупаете... Сюда накладываете... Пару порций протеина... Заливаете водой... Всё... У вас... На полдня питания хватит... Лучше выпить в первой половине дня... Почему? Потому что протеин быстро протухает... Насыпите протеин... Продержите до вечера... Протухнет... Вы охуеете... Как воняет... Но полдня он держится стабильно... Даже... При комнатной температуре... Возведённой... В холодильнике держится дольше... Но с собой... Вот... Шейкер... За полдня выпили... Сразу шейкер надо мыть... Сразу... Потому что иначе шейкер будет адски вонять... Ещё что с собой надо носить... Ещё с собой носить очень удобно... Бананы... Банан вообще в рюкзак кладётся... И... Места много не занимает... И то что надо... Банан... Творог... Есть такой творог... Туба... Обезжиренный творог... Очень удобный... Ну в принципе... Если вы дрящи... То вам всё равно какой творог жрать... Обезжиренный или нет... Творог с собой носить удобно... Можно в баночках... Ну только того... Ложку с собой иметь надо... Кефир... Кефир можно жрать с какой-нибудь булкой... Если вы стремитесь набрать массу... Нормально... Кефир с булкой... Бананы... Творог... Можно носить консервированную рыбу... Тунец... Вообще отлично подходит для этого дела... Белковая пища... Нет ни жира, ни углеводов... Если вы будете питаться... Ну в столовке в какой-то... Я не знаю... На учёбе или на работе... Кафе... Это хуйня... Белка практически нет... Очень много жира и углеводов... Ну белок стоит дороже чем углеводы и жир... Поэтому его не кладут... Ну белок это мясо... Это рыба... Это яйца... Птица... Стараются положить всякой дряде... Если вы хотите набрать нормальную мышечную массу... То... В кафешках лучше не обедать... Ну... Другое дело... Если пожрать там... Как-нибудь зайти там... Может быть посидеть с девушкой... Ещё что-то... Это одно... Но если ставить на постоянку... Что вы обедаете... Обедаете в столовой... Ничего хорошего у вас набрать не получится... Это бесполезно... Поэтому... Ну я когда на работу ходил... Был маленький ещё... Не знал что нельзя работать... Носил с собой... Такой контейнер... Там у меня лежали куриные грудки... Ну или там мясо варёное... Жареное... Там рис... Овощи... То есть постоянно носил с собой еду... Ну и плюс у меня конечно... В день я съедал... Три... Три упаковки творога по 250 грамм... Плюс пачку бананов... Плюс... Ещё много раз пил чай... Съедал какие-то булочки... Орехи... Даже была ситуация... Что я задержался... После работы... Там мы все остались... Что-то надо было срочно доделывать... А у меня около... Стола рабочего стоит урна... И в этой урне... Ну... Лежит всё что я сожрал... Вот... И уборщица пришла... Потому что мы задержались... Поздно... Сидим... И уборщица приходит... Ну что ж это... Ну что ж это делать... Зачем вы парни в мусор... В мусор докидаете все свои отходы... И... Ну там... Коллега по работе... Ну бабушка говорит... Так это он всё сам съедает... Ну вот вам не смешно... Вот не может человек столько сожрать... Может человек столько сожрать... Вы должны питаться точно так же... Как можно больше хавать... Будете много хавать... Ну... Соответственно будете... Нормально расти... Дальше что... Пообедали... То есть вы должны питаться тем... Что содержит нормальное количество... Белков... Углеводов... Ну... Жиры... Но жиры лучше потреблять... Не из жареной картошки... Допустим... Жир... Взяли... Налили... Оливковое масло... Допустим... Выпили... В салатик налили масло... Ну... То есть... Жировые калории... Должны быть из чистого жира... А не из... Прожаренного... Прогоркого... Какого-то общепитовского... Это полная хуйня... Потом замучаетесь... Брюхо убирать... Потому что брюхо... Я так могу открыть секрет... Может вырасти даже у дрища... Вот ты дрищ... Дрищ... Жрёшь... Жрёшь... Б... Брюхо выросло... Всё... Вот... Допустим... На зоне... Я сколько сидел... Там все дрищи с брюхами... То есть... Ну... Редко у кого... Нормальное телосложение... В основном дрищи... Потому что нет белка... И брюхи... Потому что есть много углеводов... И жиров... Дальше... Дальше вы должны... Обязательно есть много витаминов... Витамины... Нужны вам для того... Чтобы вы могли... Усваивать... Питательные вещества... Для... Синтеза белка... Нужны витамины... Для нормального обмена веществ... Для всего нужны витамины... Не надо думать... Что витамины... Вы можете... Получить из... Капусты... Моркови... Там... Смородины... Лимонов... Не получите... Всего чего надо... Витамины... Надо покупать... Не в аптеке... А в спортивном магазине... Можно и в аптеке... Но там они стоят дороже... И там... Смешные детские дозы... Лучше покупать... Витамины... Спортивные... Вот... Может быть... Нет... Ну... Короче... Допустим... Витамин С... 1667 процентов дневной нормы... 1667 процентов дневной нормы на одного человека... Витамин А... 198 процентов дневной нормы... Витамин Е... 1000 процентов дневной нормы... Пожрали вот таких витаминов в месяц... Все... Никаких... Заедов на губах... Никакой сонливости... Усталости... Эээ... Диатезов... Нихуя не будет... Это нормальные спортивные витамины... Называются... Энимал пак... Вот... Энимал пак... Все эти витрумы... Центрумы... Все хуйня... Стоят они... Ну... Вдвое дороже, может быть, чем эта хуйня из аптек... Но если в витруме... Там... Одна вот такая вот таблеточка в порции... То здесь их 10... Выпил... Все... Пакетик... Свободен... С витаминами... Ну, реально надо заморочиться... Это очень важно... Нет витаминов... Организм не может усваивать как надо питательные вещества... А если он будет их... Не будет их усваивать... Вы жрите сколько хотите... Но... Все будет мимо... С глистами... Тоже с глистами... Я... Думаю, что надо разобраться на всякий случай... Бывает такая ситуация, что у человека глисты он не может набрать вес... Или сдайте анализы... Или просто купите себе... Глистогонного средства... Выведите глистов... Глядишь... Вес сам наберется... Может и такое получится... Надеюсь... Дальше что... Дальше мы подходим к тому... Что необходимо тренироваться... То есть... Понятно... Питание у нас... Регулярное... А... Не-не-не... Я еще... Расскажу что жрать... Что жрать... Как часто я рассказал... Про то, что надо есть... Белки... Допустим... Сывороточный белок... Усваивается быстро... Вкусный... Ебанули... Допустим... Если вы будете в день пить три порции... Три порции протеина... Вам остается пять раз покушать... Допустим... Еще вы можете... Два раза покушать... Не знаю... Скажем... Батончики... Батончики протеиновые... Очень удобные... С собой носить... Открыл... Сожрал... Свободен... Белка... Белка захавал... Они вкусные и удобные... Ну и вам остается... Я не знаю... Один раз покушали бананов... И три раза... Вот обед... Завтрак... Ужим... Все нормально... Вы уже... Укладываете свой... Привычный режим питания... Что есть... Прежде всего надо жрать мясо... Если вы веган... Вы хуй когда вес наберете... Вы будете всю жизнь дрещом... Если вы вегетарианец... Там уже немножко попроще... Можно уже как бы обойти... Начать жрать яйца... Начать рыбу хавать... Ну тоже это дебилизм... И беспонтовщина... Если вы нормальный человек... И жрете мясо... То... У вас все намного легче... Потому что... Мышцы... Это мясо... Вы должны... Жрать прежде всего... Говядину... Может быть... Свинину... Очень много надо жрать... Индейки... Курицы... Ну... Основная пища... В России... У качков... Это куриной грудки... Почему? Потому что... Куриное мясо дешевое... Халогеновый кефирчик... Киселек... Куриное мясо дешевое... Очень богато белком... Нет жира... Нет углеводов... Надо хуярить... Точно то же самое можно сказать и об индейке... Она подороже... Но тоже нет жира... Нет углеводов... Много белка... Хавайте... Куриная грудка... Хорошо идет с рисом... Ну... Вот здесь вот... Но тем не менее... Идет хорошо... Можно жрать... Очень много надо жрать... Яиц... Яйца надо хуярить... Вообще... Только в путь... Если у вас... Проблемы с печенью... Какие-то... То... Хуярите яйца без желтков... Можно желтки выкидывать... И... Есть только белок... Тогда вообще все будет нормально... Можно их съедать хоть 30 в день... Хуть 40... Прям хуярить... Хуярить... Особенно хорошо это получится у тех... Кто... Имеет распорядок в жизни... У меня допустим распорядка нет никакого... И у меня все... Как попало... Происходит... Но это с одной стороны мне... Кажется... Ну лично кажется... Удлиняет жизнь... Потому что когда ты попадаешь... В колею... Жизнь дико ускоряется... Прям адски ускоряется... И ты уже... Бам... Моргнул глазом... Уже 5 лет прошло... Уже отучился в школе... Колея... Поэтому отсутствие распорядка дня... Оно продлевает жизнь... Ну а с другой стороны... Что касается бодибилдинга... Там у кого-то... Спорта... Это минус... Но... У кого есть спорядок... Тому проще... Дальше... Вам необходимо... Также кушать много морепродуктов... Морепродукты это... Креветки... Кальмары... Мидии... Устрицы... Осьминоги... Все... Все что угодно... Ну прежде всего конечно... Кальмары... Креветки... Бывает что... Морской коктейль... Можно заморожить и купить... Приготовить его... С рисом... Опять же... Сожрать... Очень хорошо... Идет рыба... Я... Долго-долго... Прям не мог... Оторваться... Жрал минтай... Прям... Купил минтай... Мороженые тушки... Положил в пароварку... Они там полежали... Ну на пару полежали... Поготовились... Пока я бегаю... Прям замороженные... Включил... И побежал... Пришел с пробежки... Они уже готовы... Открыл... И съедаешь... Без соли... Без перца... Вообще без всего... Но... Это я сушился... Но если вы хотите набирать вес... То же самое... Можно этот минтай... Только с гарниром... С углеводным... Будет уже на набор масса работать... Вообще мышцы состоят из аминокислот... Из аминокислот... Это вот примерно из вот таких... Но аминокислоты всегда разные... Поэтому тебе надо... Жрать много разных видов... Мяса... Для того чтобы собрать... Как мозаику такую... Как... Как из лего... Собрать себе мышцы... То есть чем больше ты разного вида белка жрешь... Тем... Быстрее и лучше у тебя мышцы растут... Будешь жрать только куриные грудки... Прямо жрать... 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 Мышцы не вырастут... Ну конечно до какого-то момента... До какого-то предела... Но они вырастут нормальными... Огромными... То есть надо разнообразить... Рацион... Ну и в принципе... Если жрешь одно и то же... Будешь заебываться... Жрать будет неохота... И... Будешь пропускать приемы пищи... Что уже неправильно... Что уже неправильно и... Вредит нашему спортивному... Проекту... Дальше... Дальше... Что касается гарниров... Гарниры надо... Жрать... Вам вообще в любых количествах... То есть... Если мы говорим о наборе массы... То... Подразумеваем... Белково-углеводную диету... То есть... Вы жрете много углеводов... И белков... И жиры... Если мы говорим про сушку... То конечно... Белки... Белки остаются... Углеводы мы урезаем... Практически... Под ноль... То есть... Здесь... Белка должно быть много... Хавайте гречневую кашу... Очень хороший продукт... Долго хранится в холодильнике... Удобно готовить... Можно прям вообще... Залил молоком на ночь... Поставил... В кастрюле прям... Ну... Промыл гречневую кашу... Залил молоком... И поставил... Утром пришел... Она уже... Набухшая... Ее можно жрать... Очень удобно... Рис... Ну... Рис... Это вообще вне конкуренции... Его можно жрать... Каким угодно... Каким угодно... Образом... Совсем с чем угодно... Быстро готовится... Незаменимый продукт... Также вы... Можете... Хавать... Очень хорошо... Полезно... Бобовые... Это горох... Это фасоль... Это соя... Это... Маш... Это нут... Все что угодно... Чечевица... То есть... Это позволяет вам... Нормально... Получать... Белковой пищи... Ну... Из... Каких-то каш... Из круп... Гороховая каша... Вообще заебись... У спартанцев была... Чечевичная похлебка... Из... Бычьей крови... И чечевицы... Ну... Потом как-то... Рецепт потерян был... Но они ее хавали вообще везде... И... Ну... Были... Огромными... Много белка... И углеводов... Надо сварить себе... Чечевицу... Точно... Ну вот... Гороховая каша... Тоже очень хорошо... В тюрьме... Гороховый суп... Это самое вкусное... Что вообще там дают... Гороховая каша... Гороховый суп... Вкуснятина... Дальше... Салатики... Салаты тоже можно... Разнообразить... То есть... Вам надо потреблять еще клетчатку... Клетчатка содержится в овощах... Это... Капуста... Огурцы... Вы... Ну... Салатные листья... Короче... Надо их тоже хуячить... То есть... У вас есть гарнир... У вас есть... Мясо... И... К нему салаты... Это... Огурцы... Помидоры... Перец... Кукурузу можно чуть насыпать... Я не знаю... Что туда еще... Салата... Капусты... Перепеленные яйца... Может... Акрабовые палочки порезать... Короче... Разнообразить... И хуящить как можно больше... Почему? Потому что это позволяет вам... Нормально... Забивать организм клетчаткой... В принципе... Все это можно, конечно... Получать из искусственных источников... Кречатку купить отдельно... Белок отдельно... Аминокислоты отдельно... Углеводы... Взять какую-нибудь мальтодекстрина... Витамины... Вот в таком виде... Но это в скором времени... И так у нас на земле... Начнется... Все будет в искусственном виде... Все будут хавать... То, что дают... Я так подозреваю... Что через... Несколько десятков лет... Вот как в фильмах... Взял... Тюбик захуячил... Все нормально... Пошел дальше... Ну... Зато жирных не будет... Как ты будешь жирным... Если тебе все в тюбик выдает... Не получится... Теперь... Что касается тренировок... Ну... С тренировками... Тут, конечно... Какие-то... Рекомендации по упражнениям... Давать смысла нет... Но... Что могу сказать... Для набора массы... Главное делать базу... База это... Становая тяга... Это... Приседания со штангой... И жим лежа... То есть... Вот эти три упражнения... Надо делать... Обязательно... На них надо делать упор... Понятно, что... Нет смысла делать только их... То есть... Ну... Надо делать какие-то побочные упражнения... Но тем не менее... Для того, чтобы... Набирать массу... Надо делать упор на эти три упражнения... Как дрещи любят прийти в зал... Сколько раз это наблюдал... Придут в зал... И вот они... Стоят бисепсы перед это... Перед зеркалом... Качают... Но это бесполезно... Пришли... Возьмите... Поприседайте со штангой... 5 подходов... По 8-12 повторений... Это нормально позволяет... Прокачать мышцы... То есть... Вы... Подобрали какой-то вес... Вы должны его сами подбирать себе... Такой вес... Которым вы можете присесть 8-12 раз... Ну... Сколько получится... Если вы можете с этим весом присесть... 20 раз или 30... Вы его увеличиваете... Чтобы смогли присесть 8... Не можете присесть 8... Немножко снимите... Чтобы смогли присесть 8... Дальше вы этот вес определяете... Вот... Он у вас называется рабочий... Вы с ним тренируетесь... Хаваете... Как сволочь... И через какое-то время... Вы уже можете... С этим весом... Допустим... Присесть 15 раз... Это уже много... Это не надо... Вы опять... Добавляете... Несколько килограмм... Там... Допустим... По пятерочке вешаете... И опять можете присесть... Со следующим весом... Уже... Восемь раз... Дальше с ним работаете... Ну... Дальше с ним работаете... Это я говорю... Месяц допустим... Две недели... Ну... Сперва прогресс идет быстро... Потом замедляется... Вот... Это... Основное... То же самое с жимом лежа... То же самое с... Приседанием со штангой... То же самое со становой тягой... Если вы сделали... Допустим... Жим лежа... Выполнили... Все... Пять подходов... По десять повторений... Дальше надо делать... Уражения... Которые опять же прокачивают грудь... И... Какие-то сопутствующие мышцы... Ну... Соответственно... Вы можете делать... Разводку... Вы можете делать... Жим гантелей на скамье... Вы можете... Поделать... Пулловеры... Это... Лежа на скамье... Вот так вот... Из-за головы... Штангу... Штангу... Гирю поднимать... Вот... Короче... Суть в том... Что вы... Грузите... Грудь... И... Трицепсы... Эти мышцы прокачали... Пять упражнений... То есть... У вас... Пять упражнений... По пять подходов... По десять повторений... Нормально... Один подход... Одно упражнение... Можно тратить на пресс... То есть... Вот если вы будете... Каждую тренировку... Тренировать пресс... У вас будет такой... Рельеф... Кубики на животе... Это очень красиво... Телкам... Это очень нравится... Это сто процентов... Я говорю... Если нет прессы... Нет телок... Ну есть конечно... Но не в таких количествах... Дальше... Тренировки надо... Ну... Тоже психологический момент... По первости... Тренировки лучше проводить с... Тренером... То есть... Ну... Потратите вы немножко денег... Заплатите тренеру... За то... Чтобы он... Объяснил вам... Как что делать... Чтобы каждое занятие... Вы с ним созванивались... Типа... Идешь... Да... Все... Он вас тренирует... Если вы тренируетесь... Сами по себе... Будете проебывать... Будете придумывать... Какие-то отмазки... Отговорки... Там времени нет... Силы нет... Я потом... Все хуйня... Все у вас... Пойдет через жопу... Тренера лучше нанять... Если... Вы уже занимались... Там все знаете... Какой это у вас... Опыт есть... Тогда занимайтесь... Хотя бы с партнером... То есть... Чтобы... Не один человек ходил... А с партнером... Чтобы партнер его тренировал... Он партнера тягал... Партнер его... Ну что... Сегодня идем в зал... Да нет... Неохота... Блядь... Ну ты охуел что ли... Уже я... Все... Я собрался... Выхожу из дома... Давай... Много раз у меня такое было... Что я бы уже и забил... Да хрен бы с ним не пошел... Но партнер есть... Партнер говорит... Блядь... Да ты охуел... И так же наоборот... Я звоню... Да что... Я уже вышел... Да я вот думал... Давай... Блядь... Быстро пошли... Это крайне важно... Партнер должен быть... Примерно в ваших... Физических кондициях... Если он дрищ... Который... Не может поднять штангу... В 60 килограмм... А вы жмете уже там... 120 от груди... То такой партнер... Но это будет как не партнер по тренировкам... А просто... Ну... Ну... Кто-то с вами находится в зале... Он вас не сможет мотивировать приходить... Сказать... Да ладно... Без меня позанимайся... Вот... Если вы дрищ... И он дрищ... Это нормально... Будете друг друга страховать... Будете делать один и тот же жим... То есть... Вы... На одном уровне занимаетесь примерно... И... Друг друга подтягиваете... Опять же... Соревновательный процесс... Ну... Соревнование... Оно... У человека... В крови заложено... То есть... Вы сможете... Дополнительную мотивацию себе получить... Тоже важно... Что еще из... Небольших... Из небольших хитростей... Перед тренировкой... Перед тренировкой я бы рекомендовал принимать... Так называемый... Предтренировочный комплекс... Это... Энергетик какой-то... Который дает вам заряд... Заряд силы бодрости на тренировку... Это может быть... Купленный в аптеке кофеин... Кофеин, эфидрин, аспирин... Это блять... Ну бомба... Это может быть... Гуарана... Это может быть... Да... Даже какой-нибудь коктейль... Рэдбул... Не Ягуар... А Рэдбул... Или там... Адреналин Раш... Выпили... Все... Пошли заниматься... Ну... Реально помогает... Энергетиков сейчас просто немерено... Суть в том, что пришел на тренировку... И там спишь... Что-то там... Неохота... Если въебал энергетика... Бух... Все... Занимаешься как сволочь... Я один раз... Короче... Не рассчитал энергетики... В энергетике лежала такая... Мерная ложка... Но я подумал, что раз она лежит... Надо ее полную... Ну... Я ее полную развел... На вот такую штуку... Вот настолько... И выпил... Короче... Я... Позанимался за час... Сделал то, что я сделал бы за три часа... Вообще без перерыва хуярил... И спать потом не мог еще один день... Здесь... Короче... Главное не переборщить... Иначе... Не сможете спать... Ну... С другой стороны... Я придумал... Прикольный текст... И... Веселый один проект... Но... Тем не менее... Нахрен оно не надо... Очень... Очень вредно... Что еще... Так... Давайте-ка я... Сейчас сверну экран... Посмотрим, что тут вы... Накомментировали... Так... Что слышно? Нет? Так... Все... Поехали... Сейчас... Сейчас будем... Отвечать на... Вопросы... Короче... По поводу химии... Про химию... Это все пиздет... Что это вредно... Это... Это... Умрете... Это... Все хуйня... На самом деле... На самом деле... Анаболики... Если мы говорим про... Тестостероны... Это... Мужской... Гормон... То есть... Если вы мужчина... Вы можете принимать... Мужской гормон... Но это запрещено... Если вы женщины... Хотите принимать... Женский гормон... То все нормально... Эстрогены... Принимать можно... На стране... В этом нет ничего... Незаконного... Ну... Здесь уже я вижу... Несправедливость... Поэтому... Поэтому... Хотя... Это и незаконно... Но... Тем не менее... Про... Протеины... И... Аминокислоты... Надо... Стимулировать... Конечно... Анаболиками... Я рекомендую... Конечно... Для начала... Для начала... Ебашить... Метан... Он же... Метан... Диенон... Он же... Анабол... То есть... Все это... Нормально... Вас... Может... По первости... Раздуть... Потом... Пропионат... Дека... Сустанон... Нормально... Наберете... Массы... Не надо думать о том... Что это... Блядь... Нельзя... Это где-то... Рассказывают... Печень отвалится... Это все... Пиздеж... Ни у кого... Печень не отвалилась... И что самое главное... Только... Вы... Я уверен... Много слышали о том... Что... Анаболики вредны... Что... От стероидов... Человек умирает... От протеинов... То же самое... Все вредно... Ну... Просто задайтесь вопросом... Где хоть один инвалид-качок? Вот... Покажите... Какого-нибудь инвалида-качка... Можно увидеть... Очень много инвалидов-алкоголиков... Их можно увидеть... И на каждом шагу валяются... Где какой-нибудь качок-инвалид? Если бы он был... Который убил себе гормоналку... Все... Ему пизда... Его бы показывали по телевизору с утра до вечера... И... Он бы... Рассказывал о том... Какой пиздец... Как не надо принимать... Смотрите... Я инвалид... Единственный качок-инвалид... Которого я помню... Которого я могу... Где-то так... Навскидочку увидеть... Это... Соответственно... Роберт Полсон... Роберт Полсон... Роберт Полсон... Из... Как его... Больцовского клуба... Из Больцовского клуба... Все это... Единственное... Что вы можете увидеть... Во всех... Я не знаю... Медиапространствах... Вот где угодно... Динамит... Динамит... Убер... От... Анаболиков... То есть... Он там спал по 4 часа... Он пиздец... Свой организм истощал... Он умер от анаболиков... Какой-нибудь... Андрей Миронов... Допустим... Который умер примерно в том же возрасте... Он умер нормально от... Износа... Износа организма... Он не спал... Он много работал... Вот он умер от этого... А Турчинский от анаболиков... Ну... Правильно кто-то сказал... Что... Если... Если умирает... Если тонет... Допустим... Тонет хоккеист... То хоккеист захлебнулся... Но если... Утонул качок... Утонул от анаболиков... Ну... Это... Короче... Стандартный вариант... Поэтому... Плавненько... Плавненько... Можно начинать... Даже нужно... И хуярить... Анаболики... Я считаю... Что это надо... Я считаю... Что это надо... Развивать... Что их надо хавать... И... Сейчас мы... Мутим движение... За легализацию анаболиков... Это... Нормальная тема... В принципе... Все качки... Вот все качки... Которых вы видите... Хоть где-то... Которые говорят о том... Что... Они... Анаболики не принимают... Они пиздят... Вот любой качок... Который вы видите... Здоровый... Все такое... 30 лет... Он в прыщах... Это качок... Принимающий анаболики... Будет вам рассказывать... Что он натурал... Можете плюнуть ему в лицо... Это все... Чистой воды... Вранье... Так... Дальше... Дальше... Какие еще... Вопросы... Если пучит от прота... Если пучит от прота... Значит надо поменять его... Может такое быть... Что допустим... Если... От соевого протеина... Ди... Дико пучит... Ну... Попробуй... Поесть... Сывороточный... Если от сывороточного пучит... Попробуй поесть... Казиновый... Это такие моменты... Которые надо... Индивидуально проверять... У некоторых... От протеина на молоке... Не сварение... На воде... Все нормально... Вот... То есть... Это все... Индивидуально подбирается... После химии... Через сколько надо чиститься... Хрен его знает... Я не знаю... Он никогда не чистился... Но сейчас начал... Разок... Думаю... Все равно... У меня пока... Перерыв... Не знаю... Рекомендует... Кто как... Я вообще никаких последствий... Ни разу не чистил... Не... Ощущал... Так... Нихуя... Вот тут начали строчить... Начали строчить... Чем... Чем... Чем мальтодекстрин... Отличается от гейнера... Ну... Гейнер... Это... Протеин... И углеводы... А мальтодекстрин... Это чистые углеводы... То есть... Ну... В этом разница... Так... Где заказать протеин? Протеин заказать в группе... Пюропротеин... То есть... В любом городе уже есть у нас филиалы... 70... 75 филиалов у нас... Можно заказать... Очень дешевый... Ну... Такой килограмм стоит рублей 700... Что ли там... 700... С чем-то... Также... Рекомендую сразу накупить батончиков... Батончики... Они в любом спортивном магазине продаются... Их заказать можно... Сейчас мы филиалы тоже их поставим... Батончики... Так... Вот в Калининград так и не доставили... Сейчас мы все это... Решим... Какой-то геморрой там с таможней... Пиздец вообще... Короче... Батончики с собой удобно носить... Поэтому рекомендую накупить себе сразу на месяц... И прям... Каждый денечек... С собой... Почему такой дешевый прот? Потому что за марку нет наценки... Возьми тот же самый и сам... Сдай на анализы... Ну будет... То же самое содержание белка... Но за марку будешь дохуя платить... Не повлияет занятие в раннем возрасте на рост? Нет... Не повлияет никаким образом... Когда бегать лучше? Утром, днем, вечером? Ну... Я думаю, что лучше всего бегать утром... Пока... Проснулся и до еды прям побежал... Брал этот гейнер... По мне так говно... Ну... Бери другой гейнер... Ну какие вопросы... Если говорить о вкусе... Ну... По мне так весь протеин говно... Но... Все равно надо какой-то хавать... Может ебашить меташку в 17 лет... Ну... Я бы не рекомендовал... Я в общем думаю, что... Надо лет с 18 хуярить... А еще лучше когда ты реально уперся... То есть... Ну не можешь набрать... Без него... Ну там надо начинать... Ну в общем и циклом... Хуй его знает... Так... Теперь... Зрение садится от тяжелых весов... Да это хуйня все... Зрение от весов садится... Зрение садится от задротства компьютерного... Ну... Прежде всего... Так... По поводу того, какой у меня курс... Ну... Я сейчас... Хуячу... Гормон роста называется... Ансамон... Вот пожалуйста... Ансамон... Я его хуячу уже 3 месяца практически... Это самая охуенная штука какая у меня была... Из побочных эффектов... Из побочных эффектов... Могу отметить... Прежде всего... У меня короче вот здесь вот... Начинали волосы... Редеть... Здесь и вот здесь... Блядь... Думаю что... Старым уже сейчас стану... Ну куда деваться... Потом раз... Как-то... Два месяца поколол... Смотрю... Блядь... Не осталось... Не осталось этих... Проплешен... Все опять... Заволосило нормально... Короче... Из побочных эффектов... Растут волосы... Возвращаются... Плюс... У меня болела спина... Но я как бы маленький... Подрался с гуками... Там их было 30 штук... И... Мы с другом... Вдвоем с ними хуяились... В итоге спина... Спине был пиздец... Не мог... Не мог делать становую... Несколько лет... Прям вот... В 23 года я только начал делать становую в тюрьме... Начал ее... Хуячить... Более-менее... Там это все пробил... Но... Тем не менее... Сейчас у меня спина вообще прошла... То есть там наращивается хрящевая ткань... Нормальная такая тема... Можно ли бегать в день... 10 километров... И при этом набрать массу? Ну... В принципе... Наверное как-то можно... Но для этого надо просто немерено жрать... И... Хуярить фарму... Потому что если ты бегаешь в день 10 километров... То будешь... Будешь худеть... Беру насамон на сайте Ambal Shop... Ну этот сайт у нас и спонсоров целой кучи выпусков... И в поимке Багирова можете посмотреть... Что Багирова поймать помог Pure Protein... Все очень просто... Победить Багирова помог Ambal Shop... А поймать Pure Protein... Где-то так там было написано... Про рабочие веса я рассказал... Рабочий вес это тот с которым ты можешь делать 8-12 повторов... То есть это твой рабочий вес... Ты... Когда с этим весом можешь делать уже 15 повторов... Он уже не рабочий... Ты его увеличиваешь... И... Опять... Занимаешься... Про пептиды... Про пептиды особо сказать... На себе ничего не могу... Я сам с пептидами не качался... Но... Я видел... Девушку... Видел девушку... Которая на пептидах сушилась... Да реально... Пептид... Ну короче это фрагмент гормона роста... Это как бы... Вот гормон роста... Вот он цепочка... А пептид это вот часть его какая-то... Раз... Вот это жиросжигание... Вот это вот набор массы... Вот это вот... Еще какая-то... Какое-то свойство... То есть ну это как... Гормон роста для бедных... Вот тебе пептид... Так что... Если денег много... Блять... Берите гормон роста... Вообще не пожалеете никогда... Если возьмете... Ну настоящий... Можете конечно взять хуйню... И потом сказать что это говно... Ничего не выросло... Да в пизду... Короче... Гормон роста... А пептиды для масс... Да... Тоже... Есть такие... Можно и набрать вес... Так... Ну какие еще... Какие еще вопросы... Как дрищи отбирать будешь... По каким критериям... Короче... Дрищи... Теперь вот... Самое... Самое интересное... Как мы будем сейчас отбирать дрищи... Вы пишете... Вебинар... Вот... То есть если вы из Москвы... Если вы... Реально... Реально... Мало весите... Если вам уже там... От 18 лет... То есть вы старше 18... Во-первых... Вы из Москвы... И вы реально... Дрищи... Пишите... Отправляете... Ну там... В принципе... С контакта... Видно, что... Видно, что вы... Худоват... Мы отсматриваем... Выбираем 10 самых колоритных... Все... Дальше вы будете... Заниматься... Будете... Принимать... Какие-то... Препараты... Будете принимать... Пищевые добавки... То есть... Все для того... Чтобы набрать вес... Главное... Чтобы не было такой хуйни... Типа... Я хочу накачаться... Но я веган... Я против анаболиков... И я против занятий в спортзале... Но я хочу накачаться... Помоги вот мне... Нет... Пошли вот там нахуй... Веганам... Которые против занятий в спортзале... И анаболиков... Я помочь... Не могу... И не хочу... Вот... Поэтому... Вот... Таким образом... Мы отберем... Я думаю... Что из 280 человек... Найдем мы... Десяточку-то... Тех... Кто реально хочет... Набрать... Вешу 88... Рост 155... Мне 14... Нихуя ты... Блядь... Харю-то нажрал... 14 лет... Да... Так... Рассказать о том... Как на почте... Ловят добростные... Сотрудники... Фэйскрен... Я не могу... Я хуево знаю... Я не знаю... Как они ловят... Я не знаю... Как это происходит... Меня никогда не ловили... Но я и не... Заказывал... Стероиды... По почте... Так... За вопрос... Будешь ли голосовать... За Навального... Баним... Долбоеба... Баним... Так... Можно ли набрать... Массу с боксом... Или надо соединять... Бокс плюс качалка... Как это посоветуешь делать? Ну... Я же сказал... Надо прежде всего... Заебись питаться... Будешь заебись питаться... Даже на боксе... Ты все равно берешь массу... Но... Можно и в качалочку ходить... Тогда будет все нормально получаться... Дальше... Так... Что у меня страницы ВКонтакте? Страницу ВКонтакте заблокировали... На... Две недели... За рекламу картерства... Ну... В принципе... Просто какой-то пидорас пожаловался... У меня много было подобной рекламы... Но какой-то пидорас пожаловался... И там такая схема... Что пидорас, который пожаловался... Попал на пидорас админов ВКонтакте... Там их много... А здесь пидорас... И... Оп... Одно на другое... И совпало... Меня забанили... Через две недели разбанят... Ничего страшного... У меня... Немножко отпуска... Значит... Соответственно... Дальше... Так... Мотивация... Мотивация... Это очень важно... По поводу мотивации... Я могу сказать следующее... Лучше всего... Это... Или с кем-то поспорить... Или с кем-то соревноваться... Тогда вы сможете себя нормально заставить... Набирать вес... То есть... Соревнование... Это с кем-то вашим знакомым... Спор... То же самое... Поспорили... Всем своим друзьям сказали... Блядь... Я наберу за месяц 5 килограмм... Всем рассказали... Если я не наберу... То я лох и чмо... Вот... Ну и соответственно... Вам придется набирать вес... Вы уже никуда от этого не денетесь... Я собственно говоря... Так худел... Тоже... Всем рассказал... Что я сейчас буду худеть... Поспорил на пендаль... Что если я не похудею... То... Мне дадут пендаль... Снимут это на мобильный... И всем покажут... Что я лох и чмо... Соответственно... Лохом и чмырем быть не захотелось... Ну и... Похудел... Таким образом... Можно себя стимулировать... Дальше... Дальше вы можете... Вот я бегал... Допустим по утрам... Когда еще... Когда сушился... Бегал по утрам... Бежишь и видишь... Допустим идет... Россиянин... И жирный... Тощий... Кривой... Пьяный... Урод... Дрич... Блядь... Короче... Это дико стимулирует... Дико стимулирует... И... Заставляет... Заставляет набирать вес... Заставляет худеть... Заставляет вообще... Делать то... Что... Ты изначально хотел... То есть... В принципе... Это... Социальное сравнение... Это... Спор... Это... Вы можете найти себе... Партнера по тренировкам... Нанять себе тренера... Таким образом... Будете... Заниматься... У тех... Кто будет участвовать в проекте... Жардя и пиздоболы... По... Дричи тунеядцы... Вы... Получите дополнительную тренировку... Дополнительную мотивацию... Потому что на вас будут смотреть... Целая куча народа... Точно как... Из жардяев похудело... Два человека вообще до конца дошли... Прямо вот они реально... Подсушились... Я не знаю... С ютуба видео удалили... С какого-то хуя... Я правда так и не понял... Почему... В общем какой-то пидорас... Пожаловался на ролик... Его забанили... Ну кстати да... Надо его перезалить ВКонтакте... Вот... Короче... На этом мы... На этом я... Наш... Вебинар заканчиваю... Ну час... Нормально... Дальше... Еще раз скажу... Что дрищи... Измазковые... От 18 лет... Пишите... В личку... Реструкту... Вебинарову... Что вы хотите участвовать... Что вы согласны с условиями... То есть... Я проведу с вами... Индивидуальную консультацию... Мы... Проведем несколько занятий... Консультации... По... Фармакологии будут... По питанию... По тренировкам... Вы будете набирать массу... Вы будете... Соответственно... Развиваться... Ну... На этом все... Оп... До новых встреч... Оп... До новых встреч...